Приветствую вас, дамы и господа, с вами по-прежнему Rears. Это игра Ark Survival World. Недавно вышло очередное обновление 300.7 и добавило в игру 6 новых записок и 2 скина. Скин пораженного аватара. Вот сейчас такой скин у нас на голове надет. Поврежденный шлем аватара. В этой серии будем получать еще 2 комплекта из этого скина. Это ботинки и штаны. В этот раз записки расположились на карте Выжженные земли и на карте Аберация. Для поисков нам понадобится мини Хелена и дополнение Генезис. Надеваем эту красавицу. Она будет летать рядом с нами, заниматься этими разными делами. И первые координаты, которые нас интересуют, находятся на 40.3, 47.8. Погнали! Записываю на локальном сервере, потому что в нашем кластере Rears Game Server нет карты Выжженные земли. Но если разблокировать в одиночной игре, то и на всех других серверах у вас откроется этот скин. Так что можно это делать и в локалке. Кстати, спешу вам сообщить, что 3 ноября на нашем проекте был вайт PvP-кластера. Сейчас 6 число и через 3 часа в 18.00 по Москве у нас включается PvP-режим. Первые 3 дня был PvE-режим для комфортного старта, чтобы все игроки в равной степени начали свое развитие, так сказать. И с друг другом не конфликтовали по началу игры. Мы немножко переписали правила, с ними вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Также на PvP и PvE-проект ссылка будет тоже в описании под этим роликом. И теперь у нас по выходным на PvP-сервере включаются увеличенные рейты. Х2.5 на приручение и на добычу ресурсов. Также и на PvE-проекте тоже включаются увеличенные рейты по выходным. Все подробности по ссылке в описании. Так что приходите, рады всем. Вот, я вижу, вижу. Вау, забавно выглядит. Ну давай, Хелена, умолви. Вот так этот процесс происходит. Меня удивляет, как вы, выжившие, находите решение проблем, оказавшись в незнакомом месте без загига инструментов. Просто ломать деревья руками. Сложно себе попросить, что это может дать результат. Меня удивляет, как вы, выжившие, находите решение проблем. Например, как ты построишь крепость в открытом море? Или посреди извергающихся вулканов? Это тебе не деревья ломать, дружище. Спасибо, Инги Борги. Идем дальше, двигаемся на следующую записку. Пока что скин никакой не дали. Так, 57 на 56,2 нас интересуют координаты. Скорее всего, тоже вот что-то такое будет торчать. Высокотехнологичная постройка. Дострой, строй и стой. Хорош. Ты что там, блин? Турик. Гребаные моногармы. Потом игроки жалуются, что же они у меня пропадают постоянно. Моногармы эти. Куда же он делся? Ну потому что он бешеный. Только отворачиваешься, он куда-нибудь упрыгал. Приходится искать. Лучше на него вешать маячок. Вон она, вижу. Поомчали. Интересно, как набираться будут выглядеть. Вот что-то пошло. Пошло, поехало. Ну да, классно. Если не умрешь от голода, тебя ссапают динозавры. Ну или какой-нибудь катаклизм, любая беда. 30% выживших погибают уже на второй день. И еще 55% едва способны протянуть неделю. Немного странно, что при такой статистике их называют выжившими. По-моему, мы это уже читали. Опять текст не сходится с тем, что говорит Хелена. Ладно, нам теперь нужно трансфернуться на другой сервер. Сейчас идем на аберрацию. На аберрацию уже будет поинтересней. На аберрацию тоже возьмем Моногарма. Он нам там пригодится. И Хелена нужно надеть. Во, пошел детект. Здесь на арке сводятся небывалые создания. Понимаешь, о чем я? Это не какие-то достойно исторические динозавры. Умники, создавшие арк, черпали вдохновение в мифах. А не в книжках вроде детям, а не динозавров. Привыкай. В Дженисе, среди прочего, ты увидишь то, чего никогда не было. Без сомнения, это еще один способ держать выживших в тонусе. Очередная порция воды. Обо всем и ни о чем. Вот она. Здесь опасное местечко. Давай, что ты молвишь нам. Кто сделал этот арк таким адски жарким? Я просто плавлюсь от жары. А я ведь голограмма. Да и ты, наверное, скоро обуглишься. Ага, понимаю. Дело в одежде, так? Ты натягиваешь на себя все, что можно. Неважно, жара или холод вокруг. Великолепно. Но со мной это не срабатывает, увы. Ладно, будем привыкать к жаре. В будущем она будет обычным явлением. Давай смотреть. Мои сканеры показывают, что здесь повсюду элемент. Осторожней с ним. Почему? Есть две причины. Во-первых, я видела, как элемент превращает безобильный создание в чудовище. В дженесис есть существа, которые исходят с ума из-за него. А во-вторых, элемент проникает также и в мозг выжившего. Мой создатель Хелена знал одного выжившего, который впал в зависимость от элемента. Он просто обезумен. Взвали его Рокфеллды. Или борцы за дропы на карте экстиншн. Они тоже обезумели от этого элемента. Порой. Вот там на ПВЕ сервере. У нас такие страсти недавно происходили из-за этих дропов. Веселуха, конечно, еще там. Припаркуемся здесь, на островке безопасности. И надеваем на себя этот чудесный скин. Выглядит, конечно, это пертовски странно. Для начала посмотрим вот так. Забавно выглядит. Но опять же повторюсь, это, по сути, тот же вот Кома Деус. Только сверху немножечко пораженный вот таким вот элементом. Что это такое. В общем, какие-то осколки в разные стороны отходят от него. Я думал, будет что-то поинтересней. А не просто вот пластины натянутые. Шипов не хватает. Вот таких шипов, как на короне. Чтоб такие же шипы и по всему телу тоже были. Хорошо, давайте зайдем в режим, в котором вы увидите детальней этот скин. Здесь можно его прям просмотреть так четенько. Можно приблизить и рассмотреть каждую деталь. Текстурки здесь, так сказать. И куски элемента нависли на тело, так сказать. Выглядит интересно. Ну что, время для стильной покраски. Подсветку внутри, к сожалению, покрасить почему-то теперь нельзя. Раньше вроде можно было. Я помню, что красилась. Сейчас почему-то не хочет. Да, и по сути теперь покраска мало чего дает. Вот, если по-прежнему внутри всегда будет синий вот этот вот огонек светиться. Что красишь, что не красишь. Ну, вот посмотрите, как отличается. Покрашено от не покрашено. Так, чуть-чуть слегонца. Было прикольно, когда разрешали внутри вот этот вот огонечек покрасить. Странно. Почему убрали? Что мешает? Непонятно. Ну, давай просто в зеленый. Видно вообще, тут зеленый будет. Ну, вроде зеленый. Зеленица, так сказать, немножко. Ну, господа, вот как-то так это все выглядит. Думаю, на этом можно и загругляться на сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Rears. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Приходите играть к нам на сервера. Так что приходите. Еще есть время ворваться. Успеть, так сказать, на первую волну. Ну, и приходите на PvE играть. У нас прикольные PvE сервера. Дружный там коллектив, все дела. Без модов. X2. По выходным включаются рейты. Вот такой сет. Все, господа. Всем счастливо. Всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok